Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка И хочу с вами поделиться радостью Вчера не со вчера на сегодня, а с позавчера на вчера Мне во сне приснился отец на ум Это было так неожиданно и так интересно Что я вчера весь день ходил, светился и радовался от нашей встречи Но там было несколько особенностей, о которых я вам все-таки расскажу Ну, во-первых, там во сне ко мне подошел некий человек, знакомый И говорит, иди тебя там, отец на ум ждет Я с радостью пошел, я с радостью пришел И меня встретил, как всегда, батюшка И была одна неожиданность Я-то его помню все время в таком уже, можно так сказать, престарелом возрасте Потому что мы с ним встретились больше 30 лет назад И в возрасте его тогда был моложе, чем мой сейчас Но для меня уже казался пожилой и старый человек Хотя он был всегда, на мой взгляд, одинаково бодрый, веселый И то, во сколько лет он ушел И как он себя к этому возрасту чувствовал Это, конечно, удивительно И встречи наши здесь, во время земного его проживания Настолько впечатлили меня Что я, мне кажется, помню каждую встречу Достаточно досконально Хотя я часто ездил туда не ради себя А кого-то привозил, чтобы эти люди с ним побеседовали Чтобы он мне сказал, как этого человека сопровождать Или наставил какого-то человека И это очень было всегда интересно Потому что вместе с наставлением тех, кого я привозил Я слушал наставления себе Я слушал, как же надо к этому всему относиться К таким людям И всегда учился к этому относиться Очень много людей при мне там побывало Включая Анну Бичевскую Ну, в общем, много, ладно Так вот, встреча во сне оказалась немножечко неожиданная Потому что батюшка оказался молодой Молодой Я в неком таком недоумении Что я его в таком возрасте не видел, не знал И знаете, как Фома, который говорит Пока не вложу пальцы в раны Не поверю, что это он Или, интересно, там есть эпизод Где Христос после своего воскресения Подходит к девушкам К Деву Марии Там те, кто и с ними начинает заговаривать Они его не узнают И только когда он начинает заговаривать Они его узнают И, значит, восхищение, что он такой И здесь точно так же Я вроде подхожу И стоит вроде молодой И вроде отец на ум И вроде и не он Я такого его никогда не видел Но улыбается И глаза его голубые горят Как у отца на ума Но некое ощущение, что это не он Остается, пока он не заговаривает Пока он не начинает говорить Как только начал говорить, всё Но для меня это Очень хороший показатель того, что Я увидел батюшку действительно В Царстве Небесном Поскольку у нас же есть понятие Что там Одни говорят, что находятся в 20-летнем возрасте А другие говорят, что в возрасте Иисуса Христа Как вот он Когда воскрес Вот в этом возрасте И находятся Все, кто попадает в Царствие Небесное Ну, облик, по крайней мере, такой Вот я теперь склоняюсь больше Именно ко второй версии Потому что примерно такой возраст И был у отца на ума Хотя Всё остальное Всё было Такое, как в том возрасте В котором я с ним встретился В последний раз В последний раз наша встреча была очень Для меня впечатляющая Я всегда её абсолютно чётко помню Иногда В общем, она мне опора Для всей моей деятельности Потому что Если из остальных встреч я могу вывести Как созревал На встречах с ним По этому вопросу По этому вопросу По этому вопросу То последняя была просто потрясающая Где Вот, можно сказать Закончилось наше с ним воспитание И я специально не поехал на похороны Потому что для меня Этот образ лежащего в гробу Не интересен совсем Я абсолютно уверен, что отец на ум В Царстве Небесном И служит, и помогает нам И мне абсолютно точно в частности И поэтому я решил, что мы возобновляем Чтение Книжечки Отца Наума Которые называются Путь покаяния Мы остановились с вами на 22 главе То есть мы 21-ю прочитали 22-ю остановились И надо сказать Что Я Немножечко специально остановился Поскольку Вот как-то Тут немножечко Прихвордол И духа какого-то не хватало Для того, чтобы Читать и Комментировать Батюшку книгу Теперь я Опять Можно так сказать В духе Мне Опять Хорошо Вчера Даже Особенно и выразить не мог И поэтому и не записывал ничего Про этот сон Поскольку действительно Такая Очень хорошая Но Я-то, конечно Хотел бы порассуждать Вообще О Старчестве И как Нас старчество Поддерживает И подпитывает В жизни Но давайте Не в этом Давайте я в следующем ролике На эту тему Поговорю Потому что Причина-то Вот этого сна Была От того Что мы поговорили Перед этим Вечером С соседом Про старчество И мне надо С вами тоже Обсудить эту тему А пока я вам Читаю 22 главу Путь покаяния Отца Нового Боебородина И вы удивитесь Это Глава Ровно Пять строчек В чем Состоит спасение В том Чтобы в человеке Высиял Образ И подобие Божие Чтобы человек Стал Святым Добрым Смиренным Кротким Подобным Первозданному Адаму Даже Выше Его Подобный Самому Христу И стал Духовным После Всеобщего Воскресения Вот Видите Вот это В серединке Короткая 22 глава И Она Можно так Сказать Подводит Итог Предыдущим 21 главам Где мы С вами Читали О том Что В Нашей Жизни Одно Из самых Главных Действий Которые Мы Должны Совершить Чтобы Человек Стал Подобен Адаму И даже Выше Его Подобен Христу Является Покаяние Поэтому Батюшка И назвал Эту Книгу Путь Покаяния И Вот Этот Путь Покаяния На самом Деле И Есть Можно Так Сказать Основное Направление Всей Нашей Духовной Жизни Мы Можем Сколько Хочешь Рассуждать О том Что Наш С вами Путь Спасения Наш С вами Путь Как Там Развитие Наш С вами Путь Многих Дел Спасительных Дел Там Или Ещё Что-то Но Настолько Кратко Батюшка Выразил Вот Это Понятие Что же Для нас Главное Чтобы Стать Вот Этим Подобием Господа Нашего Иисуса Христа И Это Главное Покаяние 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 Никто Не Развивается Никто Не Становится Тем Кем Он Должен Быть В Христианстве Если Если Нет Истинного Покаяния Я Могу Сказать Почему Вдруг У меня Такой Сон Приснился И Откровенно Это Звучит То что я Смирился Например С Образом Своего Соседа Который Все Время Спорит Который Все Время Значит И Вдруг Я С ним Постоял Порадовался Что Есть Сосед Да Еще С такими Размышлениями И Прямо Так Мне Хорошо Стало Прямо Вечером Я Говорю Ну Вот Как-то Я Как-то Вот Так Я Внутренне Покаялся Что Я Перед Этим Спорил С Что Пытался И Вдруг Вот Такое Появление Батюшки Во сне Эти Сны Называются Зрение Вот У нас Есть Сны Есть Явление Есть Зрение Когда Ты Видишь Как бы Наяву То Что На самом Деле Происходит В сонном Твоем Состоянии Это Нельзя Называть Сном Зрение Не Называется Сном Это Вот Души Так Общаются И Мы Это Видим Со стороны Своим Разумом Но Нам Как Говорится Не дано Что-то Там Изменить И Это Должно Восприниматься Не как Сон Так вот Путь Покаяния Есть Самое Главное Что Должно Быть У нас Для того Чтобы Вот Этот Образ Христа В себе Иметь Всего Вам Вот Этим Поделиться Радостью Такой Поделиться Которая Мне Много Дала Вот Каждый раз Я как Приезжал К отцу Науму Каждая Встреча Обычно Была Связана С тем Что Заходишь В некий Какой-то Тупик И Думаешь Ну Как же Из него Выйти То Где Тут На что Опереться И Особенно Если Какие-то Люди Когда К тебе Приехали И ты Не знаешь Как С этим Человеком Часто В состоянии Таком Тяжелом Это Справиться И Вот Едешь К батюшке И Каждый раз Уезжая Все решено Все хорошо Все нормально Дальше Все Двигается Начал я Понимать И его Отношение К Толпе Которая Все время Стояла У него Перед Дверью 30 лет Я наблюдал Ее Как она Росла Хотя Уже Там И внизу Когда У него Была Келья Уже Было Много Народа Но Когда Вверху Построили Народ Не убывал Только Все Длиннее И длиннее И по Несколько Дней Стоял И Когда У меня Было Право Проходить Просто Всегда Без Очереди Ты Идешь И как-то Даже Тебе Маленько Огорчительно Что Столько Народу Стоит И Как же Батюшка С этим Справится Какие Значит У него Тут Силы На Это Должны Потратиться И Я Глядел На Этих Людей И Сам Про Себя Несколько Несколько Раз Думал Ну Че Вот Они Стоят Какое Чудо Тут Может Получить А Ведь Сам Именно С Этого И Начинал С Такого Маленького Стояния С Маленького Чуда Пятиминутной Беседы В конечном Итоге Вот Такое На Всю Жизнь Влияние Получил Но Понимать Почему Так Много И Почему Это Хорошо Я Честно Говоря Не Очень Так Так Понимал Я Всегда Как-то На Толпу Которая Пришла К Священнику Смотрел С Осторожностью Конечно Когда Там Приходишь Рано В храм Начинаешь Проскомиде Тут Все Готовишь Готовишь Начинают Хлопать Дверь Начинает Разговаривать Народ В храме А мы Служили А там Храм Гулки Такой Хороший Акустика Очень Интересная Сядут На самом Дальней Лавочке У окошка У дальнего А там Купола Круглые И по этим Куполам Звук Прямо К тебе На Проскомиде Придет И вот Они Сидят Обсуждают Всю жизнь Пестяковскую Встретились И Там Творишь Проскомиде А у тебя Все новости Пестяковские Тебе прямо В голову Идут И это С одной стороны Вроде как бы И огорчительно Чего-то Мешает Мешает А с другой стороны Как приятно Было Выйдешь И там Много Народа Ждут Литургии Господь Их Привел Господь Привел А когда Вот так Вот видишь Что пришли Как бы Праздные Люди С одной Стороны А с другой Стороны Такие Простоверные Люди Которые Едут И думают Что с одного Слова С одного Какого-то Такого Движения Можно стать Тем образом Божьим О котором Мы сейчас Читаем А с другой Стороны Каждого Из них Когда Вот так Углубишься Видишь Как вот Эта Вселенная И на самом Деле Стоят Не тысячи Одиноких Человек А стоят Тысячи Одиноких Вселенных У которых Душа Полна Желаний Спасения И Развития И всего Остального Я теперь Точно так же На самом деле Радуюсь Вам Когда я С утра Открываю Аккаут Так называется Или Открываю Значит Свой Ютюб И вижу Сколько Опять Двадцать тысяч Вчера было Посмотрели Ну это По подписчикам Там такие Нет А вот Столько Ты Это И думаешь Иногда А что Ты им Даешь Вот Что Что Вы Получили От того Что Сходили На этот Канал И Понимаю Что Сам То Получал Только Любовь Вот Так Переработать Слова Которыми Отец Наум Утешал И Которыми Что-то Велел Делать И ничего Ведь особенного Вообще Не было Ну Вообще Одна Две Ну Почитай Вот это Евангелие Ну Вот Такие Образовывающие Как говорится Фраза А в основном Так и пошутят И поэт Но уезжаешь Полной Любви И полной Радости И это Великое Таинство Старцев Как я понимаю И Давайте Тогда мы О старцах Поговорим В следующем Ролике А пока Читайте Книжечку Отца Наума Там не только Путь покаяния Есть Там есть еще Его книжечки Читайте Это Действительно Истинное Настоящее Духовное Чтение И Обучение Тому Чтобы быть Вот Образом Божьим Прямо еще В этой жизни Здоровья Всем Радости Аминь Редактор субтитров Редактор субтитров